В этой главе у нас идет речь о последних трех казнях, обрушившихся на Египет. Здесь в этой также главе евреи получают повеление принести пасхальную жертву Богу. Потом происходит гибель первенцев египтян. Тогда Бог разбивает сопротивление фараона, и Он выгоняет евреев из Египта, чтобы они уже уходили. Евреи берут с собой опресники. Египтяне с готовностью отдают все их сокровища, которые у них были, как Бог говорил, что вам отдадут все сокровища. И также Бог повелевает праздновать Пасху потом во веки вечные. Для начала хочу сосредоточиться в этом комментарии на том, что такое Пасха, что такое ягненок, этот агнец, который был заклан, и сравнить с Ешуа, и нужно ли нам сегодня праздновать Пасху или Песах. Что такое Пасха? Давайте вспомним, что такое Пасха. Это день, когда должна была быть последняя казнь в Египте. Это когда Бог сказал, что нужно взять себе агнца, и в еврейской семью нужно было взять агнца, и Он помилует тех, кто это сделает. И в итоге это стало праздником для всего еврейского народа. И Бог сказал, что это нужно праздновать в веки вечные. И потом в храме, когда еврейский народ вернулся в Израиль, вошел в Израиль, он праздновал каждый год этот праздник, окропляя святилище кровью пасхального агнца. Пасха, если перевести с северита, пасха это переводится как миновать. Слово такое есть, Песах, имеет так же значение, как перескакивать. То есть, то пасха, которое мы знаем, или Песах, это слово миновать. То есть, празднование, минование или прохождение Бога мимо нас и оставляя нас, даруя нам свою милость и жизнь. Давайте вспомним, для чего была нужна жертва ягненка. Для того, чтобы Бог миновал как раз вот дом, в который брался ягненок и закалывался, нужно было найти этого ягненка, оставить у себя в доме на три дня. И потом нужно было его через три дня убить, заколоть, помазать двери своего дома кровью нужно было, еврейская семья должна была это сделать. И всех, кто хотел как бы спастись. И этой ночью Бог, он проходил по Египту. И всех первенцев, которые, все дома, которые не были защищены этой кровью, он поражал такой казнью, что дети, там, первенец этот, первый, кто родился в семье, да, этот человек, он умирал, погибал. И можно прочитать исход 12 глава с 1 по 8 стих. И сказал Господь Моисею Араону в земле египетской, говоря, месяц сей, да будет у вас начало месяцев, первым будет он у вас между месяцами года. Это когда Пасха происходила. Скажите всему обществу, израильтян, десятый день сего месяца, пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. И если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ. По той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколят его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, исчисленное на огне. С пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. И будет у вас, и потом с 13 по 14 стих, «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вонный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». То есть Агнис или Огненок, это была такая как страховка против того, чтобы эта казнь, эта губительная язва не настигла дом, в который защищен этой кровью. Но для чего нужна была такая страховка? Если, например, Бог что не знал, где живут евреи, и что он не мог просто пройти мимо и не тронуть свой народ, то есть те казни, которые были до этого, они все прошли без каких-то специальных условий. А именно эта казнь, она была вот такая, с каким-то условием сделана. И я так понимаю, что это специальный прообраз будущего на Мессию. который переводит нас. И мы переходим мысленно к Мессии Ишуа. И мы видим схожий символизм в этом всем, что происходило. Даже во всем праздновании оно присутствует, такое параллели. К примеру, пресный хлеб, который остался, был у евреев, опресники, он символизирует новую жизнь без греха. Закваска – это то, что было ранее. Если мы помним, мы читаем, там есть такие моменты, что Бог говорит есть в эти дни только опресники, без дрожжевой хлеб. Греховная сущность – это как бы вот та закваска, которую мы оставляем позади. Также прообраз того, что благодаря Ишуа избавление от греха получают как евреи, так и неевреи. Мы в 12 главе, в 38 стихе, читаем, что множество разноплеменных людей вышло с ними, и мелкий, и крупный скот, стадо весьма большое. То есть с евреями тогда после этой казни вышли другие народы. И Ишуа, он тоже дает возможность другим народам присоединиться к спасению сегодня. Сегодня вы выходите в месяц Авиве. Это был тот месяц, когда они выходили из Египта, он назывался месяц Авив. И этот месяц, он переводится как месяц дозревающих колосьев. Это тоже такой как символизм. Тогда люди выходили из Египта в месяц дозревающих колосьев. Это как исход, который будет тоже большой исход, духовный, когда вернется Мессия и Ишуа. И это вот можно тоже соотнести параллель с новозаветней жатвой, которая уже созрела, ее нужно уже собирать. И также мы понимаем, что по вот этим вот параллелям духовным, что Ишуа — это новый Агнец, который был заклан для спасения. Перед тем, как Ишуа начинал свое спасение, ему нужно было сделать микву и очищение. Это было такое ритуальное очищение для еврейского народа. Нужно было очистить себя. И вот Иоанн, когда он видит Ишуа, когда он к нему шел на вот это вот, на окрещение, в Иоанна 1 глава 29 стих, Иоанн говорит, на другой день видит Иоанн, идущего к нему Ишуа и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. В откровении Иоанна Ишуа сравнивается с Агнецем Божьим. Откровение 5 глава 6 стих. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный. Имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. Здесь мы понимаем, что также еще присутствуют определенные символы, которых мы не будем сейчас разбирать, что там значит 7 рогов и 7 глаз. Но сам факт, что на небе Ишуа, он тоже как символ Агнеца. И мы понимаем, что вот из этих вещей, что Ишуа, он является новым Агнецем, который заклан духовным, в духовном мире за всех людей, для освобождения. И в Иоанна 3 глава 16-17 стих мы читаем, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». И мы понимаем, что после прихода Мессии Ишуа Песох имеет обновленный смысл. В Матфея 26 главе, 26 по 28 стих, мы читаем, «И когда они ели, Ишуа взял хлеб и благословил, преломил и раздавая ученикам, сказал, «Примите и едите, сие есть тело мое». И взяв чашу и благодарив, подал им, сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставлении грехов». В этих смыслах я тоже вижу как бы параллель такую с тем Агнцем, который был убит, заколот в Египте, когда евреи были в рабстве. И здесь переплетаются также смыслы тела. Он говорит, «Едите тело мое». Тогда вкушали тело Агнца, и здесь на причастии, то есть потом это становится, как Ишуа говорит, «Делайте причастие». Это вот такой символизм тела, крови, греха, который прослеживается от Египта через Ишуа и до нашего момента. И вот даже в иудейской традиции, когда проходит цедр, мы все знаем, что перед тем, как Ишуа зашел на крест, у них был цедр. Это пасхальный вечер, это пасхальный ужин такой, когда они с учениками садились и кушали вместе, и вот проводили цедр этот пасхальный, именно еврейский праздник. И там вот в иудейской традиции есть, они берут три мацы, и это содержит в себе скрытый смысл. Эта маца называется афикоман. Такое и греческое слово. И ученые, некоторые ученые также думают, что вот в иудейскую традицию пробрались мессианские смыслы, потому что вот эта маца, она символизирует Ишуа. Когда ломают мацу, это знаменует Ишуа, что он был побиваем и страдал за нас. Так что я думаю, что это тоже является такой отсылкой Ишуа к Египту, его жертвы. И мы понимаем, что нам нужно делать причастие. И также мы понимаем, что казнь Ишуа произошла не просто так в Песах, то есть Агнец, который закланный, он не просто так, именно в этот праздник произошло это действие, когда Ишуа распяли на кресте. Являясь Агнецем Божиим, он берет теперь на себя все наказание мира, которое должно было попасть на каждого, кто не принимает его и не верит в его жертву. И нужно ли нам праздновать Песах сегодня и как? Нам нужно праздновать Песах. И мы раньше вспоминали Песах как выход из Египта. Просто вот, да, как это действие было, воспоминание ограничено тем, что мы вспоминали исход. Но сейчас нашим Агнецем становится Ишуа. И вот интересно, что именно в Песах, да, Ишуа, он был распят. То есть сложно было бы подстроить чью-то смерть для того, чтобы именно в этот праздник, да, как бы, ну, что он и есть Мессия, да, сделать так, что вот доказать, что вот он и есть и Мессия. Вряд ли бы о таком можно было договориться. Это вот тоже еще как одно подтверждение того, что Ишуа, он Мессия, который является прообразом Агнца. Это освобождают всех людей от физического гнета, рабства духовного. И это такое абсолютное избавление произошло в Ишуа на всех уровнях. Это называется геула на иврите. Это слово геула — избавление. И поэтому этот праздник, он не теряет своей актуальности. И мы должны праздновать Песах, но теперь как бы с обновленным разом, с обновленным понятием. И он теперь завершен и исполнен полностью. Вот. Так что на этом я закончил. Надеюсь, все было понятно. Шаббат шалом. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok